Исторические ценности могут представлять из себя все что угодно, от золотых украшений до, казалось бы, обычных камней. Но каждая подобная вещь несет в себе что-то особенное, например, частичку истории. В 1997 году волгодонский краевед Виктор Хиджилов в экспедиции по побережью станицы Хорошевской нашел порядка 21 камня круглой формы с широким отверстием внутри. Тогда было установлено, что это жернова из старинных мельниц. Сейчас артефактов на том самом месте становится все меньше. Куда пропадает историческая ценность, выясняла Дина Горбачева. По стопам экспедиции Виктора Хиджилова наша съемочная группа прошла вместе с краеведом Анатолием Чалых. Именно он первым задался вопросом, куда пропадают камни, имеющие историческую ценность, и как их от этого уберечь. То есть пройти по следу краеведа Хиджилова Виктора Александровича, который в 90-е годы того столетия, ну как бы их исследовал за станицей Хорошевской. Прошло время, значит, хотелось бы узнать, сколько их осталось на месте. Жернова – это круглый обтесанный камень, служащий для шелушения и измельчения зерна. Изготавливались они для ветряных и водяных мельниц. Парно работающие жернова получили известность еще в 3-4 веках до нашей эры. А сколько лет тем, которые были найдены в ходе экспедиции по побережью Хорошевской, даже кровет Анатолий Чалых ответить затрудняется. Чтобы жернова не пропадали, Анатолий Чалых выдвинул идею создать единый реестр таких камней и вести их учет. Чтобы исторические ценности не страдали от рук человека, решено было их пронумеровать. Коллекционер Алексей Ташев считать камни пошел неспроста. Артефактами он увлекается уже на протяжении четырех лет. И, по словам мужчины, такая мера в отношении исторических ценностей просто необходима. Их отслеживать, если будет их перемещение. Потому что нам кажется, за то время, когда они были сделаны, предыдущие снимки в 90-х, начало 90-х, и сейчас камней стало меньше. Для будущих, кто будет интересоваться этим вопросом, уже будет легче это отследить, меньше их стало или нет. Участники давней экспедиции Хиджилова в результате своего исследования заключили, что побережье Цемлянского водохранилища за станицей Хорошевской – это место, где стояли когда-то мельницы. После исследований, проведенных сегодня, установлено, что этот берег является карьером по добыче камня для изготовления жерновов. Это место, где находится самое большое количество исторических жерновов. Кстати, именно здесь их и изготавливали. Ранее здесь насчитывалось около 21 экземпляра, но сейчас осталось всего 14. Хочется верить, что такие исторические ценности больше не будут покидать свое месторождение. Дина Горбачева, Иван Иванков. Новости ВТВ.